От винта! От винта! Запускаем. Какой мальчишка не мечтает стать летчиком? В 21 веке исполнить мечту и покорить небо под силу любому. Летные школы предоставляют свои услуги. Все, что нужно, это принять решение и начать заниматься. Спустя несколько месяцев ты уже не пассивный наблюдатель, от которого ничего не зависит, а пилот, поднимающий в воздух, чудо инженерной мысли. Я с детства мечтал летать, с детства мечтал о самолете. В какой-то момент появилась мысль, ну, я не знаю, когда появится самолет, но надо уже делать шаги для этого. И я пошел в летную школу. Отучился, получил ППЛ, и оно само пришло, появился хороший друг-товарищ, у которого уже есть самолет, и вот мы уже вместе начали с ним осваивать небо дальше. Лицензия частного пилота ППЛ – единственная программа авиационной подготовки, которая не требует специфических знаний в области точных наук, и является наиболее подходящим вариантом в случае, если вы хотите летать для своего удовольствия и по личной необходимости. Но до получения лицензии необходимо пройти школу первоначальной летной подготовки. Школа первоначальной летной подготовки, если человек располагает временем, если он к знаниям тянется, она достаточно быстро, в течение двух-трех месяцев, он ее осилит. Это самая начальная база знаний, это даже такая крупица, просто капля в океане. Но чтобы его получить, чтобы понять представление о том, что такое самолет, какие силы действуют на самолетах в полете, как вести радиообмен, ну и так далее. Роман Павлов – лицензированный пилот и обладатель собственного воздушного судна. Злин-142 – легкий сухопутный одномоторный самолет мужчина приобрел несколько лет назад. Сегодня он не только летает в свое удовольствие, но и с помощью крылатого друга путешествуют в другие города. Так путь до Анапы Роман преодолевает за 4 часа. Использование частных маломоторных самолетов может подразделяться на экскурсионные полеты, различные хоббийные полеты или как транспорт. Моя цель – все-таки использовать его как транспорт в какой-то разумной перспективе. В общем случае, если говорить о цифрах, ситуация точно такая же, но можно сказать, что это раза в 3-4 дороже. По сегодняшнему дню, если вы можете позволить себе хороший современный автомобиль, то и самолет вполне потянете. Содержание собственного самолета малой авиации статья расходов весьма затратная, но вполне посильная. Основная материальная нагрузка – топливо. Самолеты имеют разные модификации двигателей. Одни летают на авиационном топливе, другие на обычном 95-м бензине. Отсюда разница в цене. Далее налоги, платежи за свидетельство летной годности, техническое обслуживание и плата за стоянку крылатого коня. Как правило, ангарное хранение, конечно, более предпочтительно. Однако и под открытым небом самолет может находиться в специальных чехлах. Обучение тоже вполне доступно и возможно. В общем, это такая большая, серьезная, интересная тема, которой стоит заниматься. Она требует значительного количества времени, денег, сноровки, ну и, конечно, желания. Полина Толмачева, Денис Светличный, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». «Одинцова».